Приветствую всех у себя на канале. И сегодня я для вас хочу сделать расклад на такую тему. Есть ли на мне какой-то негатив? Мы сейчас, безусловно, в общем раскладе не будем рассматривать, особенно углубляться в тему каких-то магических воздействий. Да, это всё-таки больше для личных раскладов тема. Но в целом, если нам карты покажут какие-то ситуации, я, безусловно, о них скажу. Для кого этот расклад? Для тех людей, которые, возможно, стремятся к чему-то, делают чего-то, а у них не выходит и не выходит. Возможно, вы просто чувствуете, что в вашем окружении есть люди, которые как-то не очень доброжелательно к вам относятся. Мы сейчас не говорим про какие-то, знаете, эти негативы из разряда всяческих критических моментов. Безусловно, если они выйдут, для общего расклада это, конечно, странно, но если они выйдут, я вам об этом скажу. И тогда это будет просто повод вам подумать, что делать с этим дальше. Ну, у меня цель этого расклада просто посмотреть, есть ли что-то, что вам мешает с комфортом и в гармонии двигаться в сторону своей цели, в сторону своих гармоничных отношений. Возможно, какие-то люди, возможно, какие-то события, возможно, какие-то негативные воздействия. И вот мы посмотрим, что это за воздействия, откуда они, при чём здесь вы, зачем, возможно, вам это надо и что делать дальше. По традиции у нас четыре варианта. Первый, второй, третий и четвёртый вариант. Буквальный экспресс-расклад. Есть ли на вас какой-либо негатив, который вам мешает в жизни? Надеюсь, вы определились. И мы начинаем с зелёненьких единичек. Единички, приветствую вас. Давайте посмотрим, есть ли на вас какой-то негатив. Мешает ли вам что-то извне принесённое, а, возможно, и внутренние какие-то установки для продвижения к своим целям. Итак. Ну, смотрите, какой здесь вариант. Какой здесь вариант. Да. Можно сказать, что в вашей жизни присутствует негатив. Здесь выпадает карта, вот в этой колоде она называется «Вожделение», а так это пятнадцатый аркан, аркан дьявола. И если у вас такая ситуация, что вот не удаются новые начинания, да, вот вы чем-то загораетесь, неважно, от элементарно купить что-то до каким-то новым проектом, да, или что-то обновить в своей жизни, внести какую-то новизну. Если у вас есть такое ощущение, что день сурка, всё идёт циклично, вы никак не можете вырваться из замкнутого круга, какого бы направления жизни это ни касалось, а, возможно, это касается и всех направлений в вашей жизни, то это однозначно ваш расклад. Да. И что вам здесь мешает? Здесь, безусловно, нужно смотреть поглубже, да, потому что в принципе просто так у нас дьявол не выходит. Но с подобными арканами, опять же, повторюсь, в общем раскладе, мы не можем с точностью до миллиона процентов сказать, что это какой-то наведённый, да, негатив. Возможно, просто ваш негатив заключается в том, что вы чрезмерно заземлены. О чём это говорит? Вы когда строите отношения, я сейчас как пример говорю, да, вы углубляетесь в материальную сферу, в какую-то сексуальную сферу, да, в физическую сферу этих отношений. Вы не думаете о каких-то более возвышенных вещах. Если вы работаете, вы работаете не с целью получать радость и комфорт от работы, а с целью заработать как можно больше. Возможно, у вас здесь также есть какие-то небольшие, а может быть и большие перегибы и чрезмерности в плане того, что какие-то негативные пристрастия, алкоголь, игры, всяческие, там, большое количество партнеров, да, возможно, у вас все это есть. И вы ходите по замкнутому кругу, особенно, если у вас действительно есть ощущение, что даже вы, в принципе, ничем не злоупотребляя, ходите по замкнутому кругу, все равно в любом случае вот этот внутренний дьявол, он каким-то образом сидит и влияет на вас. Поэтому прислушайтесь к себе, где вы слишком заземлены и слишком приземлены, где вы не доверяете миру, где вы чрезмерны и избавляйтесь от этого. Это поможет вам обновить вашу жизнь. Иначе вы так и будете жить днем сурка и, собственно говоря, ходить по этому замкнутому кругу, каким бы комфортным он не был. Хотя в чрезмерности ну очень недолгое время можно найти комфорт. Так что единички, вот такой ваш вариант. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравился расклад. А мы переходим к двоечкам. Двоечки, красненькие. Приветствую вас. Давайте посмотрим, есть ли что-то, что вам мешает в жизни. Возможно, это внешнее, внутреннее что-то, да? Давайте посмотрим, что у вас за ситуация. Есть ли на вас какой-то негатив. Итак, двоечки. Есть ли на вас негатив? А вы знаете, во-первых, у вас вышло два старших аркана и придворная карта рыцарь пентакли. Я могу вам сказать, причем старшие арканы мага и равновесие, да, умеренности, если брать стандартные колоды. Я могу вам так сказать. даже если у вас что-то было раньше, а в принципе, такие арканы достигаются путем прохода через аркан трансформации смерти, да, аркан подчинения своих каких-то низменных страстей сила, да, вот как мы в умеренность можем прийти. Причем своей волей и своим намерением по магу, поставив цель, четко поставив цель и планомерно ей следуя, да, по рыцарю пентакли, я могу вам так сказать, возможно, и с большой долей вероятности вы уже свою клаку жизни, да, вот эту сточную канавку, у кого большую, у кого небольшую, прошли. Причем вы это сделали сами своими волевыми усилиями, поэтому я могу вам аплодировать стоя, и вы сейчас как раз вышли в состояние, возможно, немножко потрепанными жизнью, но вышли уже в состояние своей умеренности, а что такое умеренность? Это на бытовом уровне, в первую очередь, зализывание ран после каких-то достаточно сложных жизненных испытаний. Эти испытания у вас могли быть и эмоциональные, и материальные, какие угодно, в любой сфере жизни. Если действительно у вас была черная полоса какое-то время назад, то это однозначно ваш вариант. И я вам могу поаплодировать, вы с достоинством вышли из этой ситуации. Сейчас нет на вас никакого негатива. вы уже можно сказать отработали свою карму, привели свое состояние в гармонию. Двоечки молодцы, так держать и все у вас получится. Вы маги своей жизни, вы творцы своей жизни. Молодцы. Ставим цель, не видим препятствий, верим в себя, добиваемся этой цели. Благодарю вас, двоечки, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравился расклад. А мы переходим к троечкам. Троечки, приветствую вас, давайте посмотрим, есть ли на вас негатив. Есть ли негатив на троечках? Вы знаете, какая ситуация у вас троечки? Эта ситуация будет, ну, я вам так ее опишу, да, общими словами. Этот вариант очень подойдет для тех, кто, несмотря на то, что достаточно многого в жизни добился, и в принципе у него сейчас жизнь спокойная, достаточно легкая, да, вы можете себе позволить и отдохнуть, вы особо, особо вот так вот на базовых уровнях, в базовых потребностях, финансовые, жилищных каких-то, да, вы ни в чем не нуждаетесь, но у вас есть ощущение того, что этого мало, да, вам этого не хватает, даже не то, что этого мало, но это вы сейчас в ситуации лишь удовлетворения базовых потребностей, ну, условно, да, вам есть что есть, что пить, где жить, да, но развернуться вот так вот, чтобы душа пела, да, вы не можете себе позволить, если, например, в материалке, либо у вас есть отношения, в принципе, или мужчины вокруг, безусловно, они есть, но все как-то не то, какое-то мелкое, если это действительно ваша ситуация, то смотрим дальше, потому что есть здесь некий момент, который вот по пятерочке Пентакли меня смущает, потому что это может быть как просто ваше внутреннее состояние, так и в целом некая такая ситуация, как это сказать, кармической отработки, это слишком сильно сказано, да, но приведение в равновесие каких-то ваших прошлых заслуг, в кавычках, да, не очень для Вселенной и для вашего реализационного пути подходящих, это не старший аркан, да, это не какая-то критичная ситуация, но давайте посмотрим, о чем она, о чем она, да, вы знаете, нет, негатива на вас как такового нет, единственное, есть нюанс, нюанс, заключающийся в вашей эмоциональной, возможно, нестабильности в плане того, что вы не удовлетворены тем, что вы имеете, понимаете, и вы себя можете накручивать, вы даже можете этого не показывать, или наоборот, накопите в себе какой-то вот, знаете, неудовлетворенность, а потом из-за какой-то ерунды на близких людей можете сорваться, да, если это ваш вариант, то вам здесь совет, совет от карт, не первый совет, однозначный, не копите в себе, если вам что-то не нравится, лучше по лайту отреагировать и пропустить эмоцию в моменте, нежели накопив из-за какой-то ерунды взорваться вулканом эмоциональным, это первое. Второе, как бы это ни звучало избито, но цените то, что у вас есть, потому что, потому что жизнь у нас такая штука, чем больше мы удовлетворены тем, что у нас есть сейчас, тем больше нам жизнь дает, а как только мы начинаем ныть, о том, что, ну вот, недостаточно, ну вот, здесь там не хватает, и здесь, и хвост отваливается, и спину ломит. Жизнь буквально по вашей этой энергетике, по вашему этому вибрационному звучанию, она и притягивает именно такие не очень комфортные моменты. Да? То есть, вот вам два совета. первое, не копите в себе, второе, попытайтесь найти, найти хорошее, и постоянно благодарите жизнь за то, что у вас есть. А здесь я вижу троечки, все базовые потребности у вас удовлетворены однозначно. Если вам не на что есть, негде жить, и совершенно все плохо, то это не ваш вариант, да? У вас здесь в целом нормально, знаете как? Нормально. Так вот, ищите в своем нормально, что-то хорошее, и благодарите за то, что у вас есть. Благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравился расклад. Благодарю вас еще раз, троечки. А мы переходим к четверчикам. Четверчики, давайте посмотрим, есть ли на вас какой-то негатив, или что-то мешающее вашему движению вперед, вашей реализации, вашей гармоничной личной жизни, возможно, да? У всех свои варианты. Давайте посмотрим. Четверочки. Ух ты! Ничего себе у вас ситуация! Три старших аркана из трех. Причем маг, смерть и мир. Могу сказать так. Возможно, вы зашли на этот расклад, ну, узнаете сейчас себя по ситуации или не узнаете. Возможно, вы сейчас зашли на этот расклад, потому что чувствуете или видите, да, что у вас в жизни какая-то попушка, да, извините за мой французский, чего-то происходит. Вот я делаю, я вкладываюсь, но рушится. Я не делаю, я не вкладываюсь, рушится. что-то уходит, причем то уходит, что действительно было достаточно значимой частью вашей жизни. Это, возможно, и смена вообще направления деятельности, возможно, это расхождение с постоянными, достаточно стабильными партнерами своими. Здесь возможны, возможно, даже здесь вообще кризис среднего возраста, так называемые, знаете, это из разряда того, что, ну вот, все у меня вроде есть, да, вот этого достиг, дерево там посадил, сына родил, дом построил, а куда дальше жить? А кто я? Что я? Зачем я? Куда я живу? Либо это действительно ваш внутренний процесс, что может быть, причем очень глобальный, из трех карт, три старших аркана. Такое бывает раз в фиголеон раскладов, да, очень редко. Либо у вас действительно этот внутренний кризис, который ломает и просто все ваши представления, либо действительно внешний кризис, который то, в чем вы были уверены, то, в чем вы чувствовали себя на коне и что вы контролируете ситуацию, вдруг начинает рушиться. Но ситуация у вас однозначно сейчас кармическая и могу сказать, давайте сейчас все-таки уточню, да, могу сказать, негатива на вас нет, никакого негатива на вас нет, просто сейчас вы проходите очистительные процедуры для того, чтобы выйти на новый виток своего развития, у вас один большой глобальный цикл заканчивается. Если, например, вы потеряли работу, это просто значит, что вы выросли из этого места работы, вы выросли из этих людей, выросли из этого коллектива, либо, например, вы переезжаете, все, это место, это окружение ваше, вы выросли из него, вам нужно идти дальше. И посмотрите, как здесь, я еще вытащила дополнительную карту, вот рыцарь жезлов, вы посмотрите, как здесь созвучно, да, вам пора покорять новые горизонты, пора идти в новое, что бы это ни значило, вы недавно после развода или расхождения с партнером, вам идут новые отношения, вам пора идти в новое. Если вы сейчас судорожно держитесь за что-то старое, то карты вам говорят о том, что сейчас ситуация, вы на нее даже повлиять не сможете. По большому счету, когда выпадают три старших аркана в триплете, ситуация от вас-то сильно не зависит. Будете вы рыпаться, не будете, все равно ситуация будет развиваться так, как она уже накипела, так скажем, да, но у вас сейчас есть выбор, как к этому относиться. Если вы будете относиться к этому по максимуму с принятием, да, то вы рванете в новое. Причем это новое однозначно лучше, это виток уже больший, виток уже вы другая, да, вы рванете в это новое лучшее для себя, новые лучшие отношения, новая лучшая работа, безусловно, от вас потребуется достаточно большая вовлеченность и принятие того, что уходит, отпускание, я принимаю, да, это должно уйти, этот этап закончился, я благодарю и принимаю, если уж повлиять не могу, если вот у вас такая ситуация, я вам могу сказать, негатива нет, если вы хотите более подробно рассмотреть ситуацию, пожалуйста, буду рада вас видеть на личных раскладах, вот, мы с вами обсудим и посмотрим, как скорректировать возможность ситуацию, наиболее мягко из нее выйти, да, но у вас ситуация действительно ключевая, если она ваша, то вот вам совет, принимайте, не держитесь за старое и идите в новое. Благодарю вас, четверочки, пока-пока!